Шинник Продолжает он во время матчей каждое действие своих подопечных комментировать, корректировать. Очень хорошо это было заметно, в частности, в Красноярском манеже. Поехали, дорогие друзья, стартовые составы играющих команд, вашему вниманию. Начнем, пожалуй, с гостей. КамАЗ, набережные челны, голкипер номер 31, Александра Гоглоева, начинающего матч не на привычной позиции слева в полузащите, а именно справа. Хорошая комбинация, прострел следует, резко вот такая, едва... Второй, наверное, полумомент, это уже гораздо опаснее, но и до этого тоже было неприятно, с которой в центре обороны сегодня вместе с Никитой действует. В матче прошлого тура, кстати говоря, Шинник выходил с тремя защитниками. Подача, удар, это было опасно. В левом полуфланге Фортуна временно, да, ушел чуть на позицию Гоглоева. Посмотрим, надолго ли это будет. В принципе, Гоглоев, мне кажется, опасен и оттуда, и оттуда. Фортуна, наверное, как мне кажется, больше очень здесь великолепно. КамАЗ убедил всех, наверное, в том, что здесь ничего опасного не будет, а в итоге гол выдавайте. Давайте еще раз посмотрим. Ну, нашел возможность, нашел секунду для удара из-под соперников. Артемий Укомский пробил по траектории идеально. Удар с 16 метров, который, наверное, очень сложно было вытащить, учитывая точность и учитывая дистанцию до ворот. Да, идеально низом. Пальцев, стенка, Довбня, который, кстати, играет против солнца, что тоже сказывается. Пальцев удар, Довбня мяч отражает, причем в том же углу. Александр Удобний, он в последний момент так немножко вправо хотел дернуться, вернулся, но опять же не стал фиксировать мяч, потому что очень хороший по путности удар под перекладину. Успевает коридор перекрыть Абрамов, что интересно, который оказался ситуативно на позиции левого защитника. Перехват у Акшинника на чужой половине поля. Шадрицев левее. Удар вот такой получился даже скорее, а не навес. Шадрицев, может, все-таки так немножко срезалась передача, потому что у тебя есть повтор возможность посмотреть. Да, но на самом деле скорее это был именно штрафный удар. Олейников или Шадрицев? Олейников удар с наклевчиком какой! Там что, перекладина или вытащенный мяч? Нет, это Анисимов, это Анисимов. Примерно как и Довбня с трудом из-под перекладины потащил. Классный штрафный в исполнении и той, и другой команды. Контратака может быть у КамАЗа! К воротам мчит, к воротам мчит, бьет насквозь Довбня и не переигрывает его. По-моему, это был Фортуна, да? По центру в разрез, но до этого давайте посмакуем еще раз штрафный удар от Олейникова. Да, действительно, Анисимов мяч вытащил из верхнего угла. Дальше пас из глубины в разрез на Фортуну. И того цеплял как только мог. После начала второго тайма футболисты команды гостей. Начало и второго тайма тоже очень яркий удар. Перед собой мяч отражает Довбня. Добивание и с ленточки мяч выкатывает Шадринцев. Но еще не все в этой атаке. Гоглоев не получается. Удар у лидера атак КамАЗа в данной ситуации. И снова как будто бы не вовремя, не сразу же на поле из раздевалки Шинник выходит. Однако вот такая контратака сразу же. Олейников с мячом. Удар! Рядом со штангой. Бил этот мяч непонятно. Видимо неудобно был Артемию. Именно он был на добивании, на отскоке. И мяч, казалось бы, залетает в ворота. Но очень слабо. Конечно, тут получилось по мячу пробить. Пытается убрать соперника на замахе. Момент для удара был упущен. Испередачена Абрамова. Абрамов удар перекладина. Обчередной шанс. На этот раз перекладина. Уже был и спасение. Укомский там сделал неудачный пас подкатик. Как раз таки назад. От него это пошла атака. Соколов тем временем может пробить издали. Бьет низом рикошеты. Штанга или... Штанга, 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 Паша. Да-да-да. Ильдар Ахмедзянов, который, я думаю, сейчас, мягко говоря, недоволен тем, как его команда в двух подряд эпизодах действовала в опорной зоне. Не удается Кузю выпрыгнуть в воздух, чтобы оттуда уже удар со второго этажа нанести. Подача от Семенова с левой. Удар! И это рядом со штангой. Качественные очень много сегодняшинник создает. И, ну, наверное, уже, не знаю, раз двадцатый, что ли, вот. Право Гоглоев обратно. Далее продвигает с мячом Горелова по бровке. Тут очень легко уходит от Сухомлинова. Прострел! Удар! И гол! 2-0 Кавас! Руслан Куль! Передача Павла Горелова открывается между защитниками, которые, ну, что очень широко расположились на границе вратарской. Открывается там Руслан Куль. В касание бьет с очень близкого расстояния. Это момент Шинника. Тем временем разворачивается. Это Самойлов. Подача в штрафную площадь. Есть прием от Андреева. Пытается он развернуться. Здорово! Андреев! Удар! И снова штанга! Конечно, сколько сегодня уже ударов у Шинника в каркас ворот? 2-3 А заменит, между прочим, он капитана Шинника Дмитрия Самойлова. А вот это скидка назад. Не было фола. Есть падение внутри штрафной площади. И это пенальти. Пополисты, которые побежали разбираться. Так, арбитр что-то отменил. Желтую или что именно? Или пенальти вроде бы не отменяет. С мячом остается игрок Шинника. Давайте посмотрим на повторе еще раз. Он показывает, что в мяч было. И в ногу попал Гюрджан тоже, но и в мяч. Это пауза. Удар! Это гол! 2-1 Надежда для Шинника зажглась. Самойлова с точки. Но мы бы хотели, конечно, снова обратиться к эпизоду, который привел к назначению пенальти, к подкату Гюрджана. Потому что очень бы интересно было снова все это рассмотреть. Атернатива учитывает точку. Гоглоев удар! Ныряет в уголок Довне. И до мяча-то добирается голки першинника. Тем временем набита штрафная площадь соперника. Очень серьезная скидка в наличии. Андреев, внимание, удар! Вир! 2-2! Залепил так залепил, а? Посмотрим еще разочек. Вот он, мяч скачущий к Андрееву. Вторым касанием тот пьет в уголок. Это не берется никем и никогда. 2-2! Шинник отыгрывается в этом очень ярком, местами, безумном матче. Непонятно, в котором обе команды стремятся Из последних сил в атаку переправиться И победу одержать внимание Моменту Камаза, внимание Удар Довбня На сезоне с Александром Довбней Пробил Дамир Таликин Но у него удары получаются яркими Почти в каждом матче Таликин будет подавать угловой сам Руслан Аюкин тоненько Но мимо всех катится мяч за пределы поля И звучит финальный свисток Браво Браво командам и очень здорово, что в таком матче никто не проиграл